Ребята, всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Сегодня будут такие парфюмерные посиделки. Надеюсь, вам такой формат понравится и мы будем это практиковать хотя бы раз в недельку. У меня есть такая косметичка, где лежат всякие пробники, отливантики, которые мне присылали девочки. И я хочу вот рандомно просто доставать какие-то ароматы и делиться своими впечатлениями. Конечно, когда-то я их пробовала, но что-то отложила до лучших времен, что-то мне там, допустим, не понравилось и рука к ним больше не тянулась. В общем, такая вот косметичка. Давайте начинать. Я тут бумажечки приготовила. Итак, помешаю. Как в лото раньше в детстве играли. Так, 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 так. Ого! Ну, первый аромат мне попался. Это фирменный пробник Louis Vuitton. Это моя зрительница Ирина. Огромное ей спасибо. Я то туда смотрю, то сюда, с телефона никак не могу привыкнуть снимать. В общем, Ирина, если вы меня смотрите, огромное вам спасибо, что у меня познакомились с Penhalligan's и с Louis Vuitton. Я каждый раз вот добрым словом вспоминаю. Так вот, это Rose Des Moines. В общем, если что, я буду тут вставлять, как в прошлый раз, фото флаконов. Такой вот пробничек. Когда эти ароматы ко мне приехали, они ехали прямо из Англии. Louis Vuitton мне показались безумно какими-то сложными, сложно сочиненными ароматами. Даже, возможно, какими-то перегруженными для меня. Но я думаю, что это все, потому что они перетряслись. Вы знаете, пробники тоже странно себя ведут вполне. Не только от Ливанды, но и пробники себя очень странно ведут. Вот первое, что я слышу, это такая кисленькая розочка. Но она нелегкая. Она прям такая лох-зубастая, как акула. Такая хищная немного роза. Очень ярко пахнет. Но это пахнет недешево. Это я вам прям точно скажу. Вообще, ароматы Louis Vuitton, они достаточно дорогие. И вот в этом парфюме, вот я вспомнила, к сожалению, я и сейчас слышу какую-то некрасивую ноту. Я очень извиняюсь, если меня смотрят поклонники этого аромата. Но вот здесь для меня есть какой-то неприятный душок. Как это говорят в парфюмерном сообществе, индолит аромат. Давайте второй доставать. Так, это у меня Кельвин Кляйн Дип Эйфория. Я помню, что духи РФ одно время всем просто пачками присылали к заказам этот пробник. У меня была просто куча, я, наверное, целый флакон по пробникам вот так уже собрала. Я даже помню, что в их группе писали, что хватит, хватит класть эту эйфорию, пожалуйста. Я уже на нее смотреть не могу. А у меня была девочка, приходила ко мне из Ставрополя, от Ливантики покупала. Я ей несколько пробников отдала. И она мне написала, что этот аромат ей так понравился. Он там ей какой-то из юности напоминает аромат. Но вы знаете, мне классическая эйфория нравится гораздо больше. И вообще даже я подумала бы купить классическую эйфорию. Или какой-нибудь редкий фланкер. Там у них есть, по-моему, какой-то золотой такой фланкер интересный. Но вот эта версия, она такая немножко для меня с характером таким дерзким. Чуть-чуть что-то унисексовое в ней есть. Аромат, в принципе, приятный. Но я такое не ношу. Даже не знаю, почему. Вот что-то мне в нем мешает. Просто на каком-то подсознании. Вот ты берешь, да, парфюм. И ты понимаешь сразу, твое, не твое. Вот с ним, с самого первого пробника, у меня было, что это не мое. Знаете, его даже, я думаю, на мужа можно попробовать. Возможно, на супруге, на мужской коже он будет интересно звучать. Я даже не могу объяснить. Вот прямо сказать, что тут есть какие-то фрукты. Возможно, что-то есть фруктовое. Что-то такое немножко колкое есть. Немножко сладкое есть. Может быть, какие-то цветочки есть. Но в целом, это тот парфюм, который ты не разбираешь по нотам, а просто вот пахнет парфюмом. Вот как бы на этом все. Просто запах парфюма вот такой вот он. Так, это номер два был. Давайте номер три. Так, 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 так. У меня там еще какой-то хлам еще, по-моему, лежит. Так, тоже пробник. Ну ладно, давайте пробник. Дольче. Дольче Габбана. Это, по-моему, зелененькая. Вот одна из самых первых. Я помню этот пробник. Я покупала у Эльдебатте. Я не знаю, есть у них сейчас или нет. Коробочки Эльдебатте были со всякими, ну, типа пробниками. У них была коробочка чисто пробниками духов. Это еще оттуда. Знаете, как Сифара бокс вот есть. Это и Эльдебатте бокс. Ну вот вначале прям спиртяга. Прям такой огуречный какой-то дешевенький лосьон со спиртом. Тоник. Чистая линия. Вот так неприятно пахнет прям в старте. У них, кстати, там столько много сейчас вышло этих разных вариаций. Неплохой был пионистый, я помню, пробовала. Ну так, попсовенький. Красную я еще даже, кстати, не попробовала. Мне, честно, не нравятся их флакончики. Но вот в раскрытии он такой зелено-цветочный весенний-летний аромат. Вот в раскрытии он очень даже неплох, но он такой, знаете, такая классика цветочных нежных весенних ароматов. Чем-то отдаленно мне напоминает Гуччи Тубероза. По-моему, да, Гуччи Тубероза. Такой нежный тоже весенний зеленый аромат был. Ну, неплохой. Но я себе такой не купила. Вот видите, периодически даже пшикалась, тестила его, тестила снова и снова и снова. В общем, три аромата пока что как-то мимо. Все мимо. Так, давайте еще подковыряемся. Масаки Тимат. Это, по-моему, какой-то бюджетный аромат. Это пробник Ривгош. Ой, прям нравится, прям в старте такой цитрусово, как будто имбирный. Вы знаете, такой свежак, где цитрус, имбирь какой-то освежающий. Ой, такой хорошенький. Кстати, в старте очень приятно. Может, даже здесь есть зеленый чай. Вот для меня здесь что-то такое цитрусово-зелено-чайное, водянистое. Да, мне почему-то кажется, здесь есть зеленый чай. Хотя, когда мне пришел этот подарок, он меня вообще не вдохновил, я помню. Да, для меня он пахнет вот зеленый чай, типа цитрусы, имбирь, может быть. Ну, это какая-то легкая-легкая пряность, как будто здесь присутствует. Но такая нераздражающая. И это не унисексом пахнет. Ну, не прям такой, знаете, мужскую сторону. А вполне такой женственный аромат, свежий. Хм, неплохо. Да, неожиданно. Вообще, даже не думала о нем. Помню, что... Помню, когда его положили мне, когда я его получила, я его тестила. Потому что здесь половинка осталась, слушайте. Ну, очень, очень даже неплохо. Просто сейчас вот, да, уже лето скоро. И вполне, вполне можно посмотреть, сколько будет на коже держаться. Так, это уже четыре. Давайте пятую. Так. Так, это у меня этикетка вот этой вот эйфории. Это не считается. Так. Ага, Дженни Глоу Вельвет и Ууд. Да, Мариночка Алешина, блогер, моя коллега. Она мне как-то в Инстаграм написала. Марин, если смотришь, тебе тоже большой привет. Она мне написала в Инстаграм. И предложила прислать ароматы Дженни Глоу. Вы знаете, когда они ко мне приехали. Надеюсь, Марина не обидится. Мне ничего не понравилось. Вообще. Они настолько сильно химозили, что я их вот на несколько месяцев убрала подальше. Вот я тогда тоже вот так вот с бумажками рассеяла, все напшикала, подписала, на кожу нанесла. Во-первых, они с меня слетели очень быстро. Во-вторых, у них в базе, ну, прям такая дешевенькая, какая-то смазанная, непонятная база. Пирамида непонятная, невнятная. И я уже думала, что ну все. Спасибо, Марина, за то, что ты мне сэкономила кучу денег, потому что я реально присматривалась к этому бренду. Вроде бы как бюджетному. Да, я вот буду тоже здесь вставлять картинки. Но прикол в том, что, например, на духе РФ стоили флаконы, да, которые как бы закос под Джо Малон. Я забыла сказать. Это бренд типа арабский закос под Джо Малон. У них так ароматы называются, как и ароматы, которые они копируют. Вот, на духе РФ там они стоили, там, чуть ли не под 3000 рублей максимальный объем. В то время, как на Натина там было рублей 800. И вот Марина как раз говорила, что выгодно на Натина заказывать. Ну, в общем, я как-то все не заказывала, не заказывала. И вот тут она мне предложила. Так что сейчас попробуем уже спустя куча месяцев. Женни Гоу, Вельвет и Ут. Ничего, что у меня такой... Ну, ладно, давайте красивый. Красивый сейчас возьмем. Вы знаете, вот прямо сейчас нет вот этого спирта. А когда приехали, вот я все их распыляла, ну, прям спиртяга-спиртяга. А сейчас ничего такого. Вельвет и Ут. Ну, такой аромат типичный арабский. Восток. Арабский аромат. Вот они такие ароматы делают хорошо. У них это отлично получается. Роза и Ут, наверное. Потому что я слышу розу вот эту арабскую. Сладости практически нет. Именно яркая, такая яркая душистая красная роза. И, наверное, Ут. Ну, да, вот эти вот такие тревесно-какие-то глубокие оттенки. Ну, в целом, вот по нотам, опять же, да, вот ты просто, если пробовал вот эти вот арабские вариации роза Ут, роза Мускус, роза там, что они, Гуаяк там любят. Вот такое, да, что-то. То ты уже просто вот берешь и сразу араб. У меня есть такой парфюм похожий. Это Королевская роза. Джуси Кутюр. Их более дорогая восточная линейка. Не клон, конечно. Я не говорю, что это взаимозаменяемые ароматы. Но вот одно направление, один стиль. В общем, Дженни Гоу. Вот этот неплохо. Это уже 5, осталось 5 ароматиков. Так, опять Луевитон. Давайте. И аромат называется... Так, у них интересная коробочка. Вот так открывается это все. Ой, извиняюсь. И, кстати, пробники вот такие большие, как у Монталь. Наверное, где-то 2 милика. Скорее всего. И так, наношу на бумажечку. Ой, тоже такой свежий на старте. Очень приятный такой свежий, зелено-цветочный. Вот этот классный аромат. Но тоже, опять же, не любовь-морковь у меня с ним. Просто хороший аромат. По ощущениям, как будто здесь цитрусы, какие-то нежные весенние цветы. Что-то такое воздушное, летящее. Он, ну, приятненький, да. Но, честно говоря, я бы его не запомнила. И на этом пока все. Так что давайте будем что-нибудь другое еще пробовать. Так, еще один аклебантик от Ирины. И это Пинхалеганс. Так, здесь, к сожалению, название не подписано. Но я знаю, что это за аромат. По-моему, он называется Артенизия. Или что-то в этом духе. Он такой кремово-пудровый, уходовый. Так, вот так вот попробуем. Может, вы узнаете по флакону нарисованному. Потому что до этого, как бы, Ирина, она мне отправляла две посылочки в конверте. В таком бумажном отправляла эти аклебантики. И в первую посылку она послала фирменные пробники Пинхалеганс. И там вот была Артемизия, которая... По-моему, Артемизия, если ничего не буду, если что, простите меня. Вот здесь будут все названия. И вот аромат был такой пудрово-кремовый, очень аккуратный, очень нежный, такой деликатный аромат. Вообще, весь бренд у меня впечатление, это такие аккуратные, интеллигентные, благородные ароматы. Вот как будто бренд создан для самых-самых капризных, самых требовательных. Которые... для людей, которые боятся нарушить дресс-код или что-то в этом духе. То есть у них настолько вот корректный аромат, настолько вот выдержанный, что... Типа аромат должен находиться только в моей зоне комфорта. И ни в коем случае я не хочу им никого потревожить. Да, я думаю, это он, потому что уже много таких кремовых нежных оттенков. В принципе, это вот, если коротко, аромат про уходовость, уходовые средства. Но, опять же, он такой вот прям нежный-нежный-нежный, воздушный. И, к сожалению, Пит Халлиганс, я не помню, не сказала им или нет, она мне вообще не держится. Вот просто 3 часа максимум и все. Так. Опять Женни Глоу Оранж Блоссом. Сток апельсина. Кажется, он мне тогда не понравился. Поэтому мы ему дадим вот такую некрасивую бумажечку. Так. Ну, это вот цветок апельсина, запах. Мона такой запах. Очень душный, очень мощный. Очень такой плотный, ядреный запах. И действительно, спирта нет. Но аромат, по-моему, он мне вообще меньше всего понравился. Из всех, вот он самый такой аутсайдер, из всех этих, вот Женни Глоу, которые Мариночка мне прислала. Да, он прям до невозможности душный. Прям вот моно, цветок апельсина. И, наверное, даже какой-то немножко химозный. Вот он. Такой неприятный какой-то. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Осталось два, девочки. Долго не буду вас мучить. Я смотрю, что я на 20 минут не болтала. Но я попробую сократить. Так. Давайте. Ой. Биас, ясемин. Что это за аромат такой? Биас и ясемин. Вообще не в курсе. У меня такая маленькая пробирочка. Давайте прям полью, наверное. Я вообще не знаю, что это. Это ниша, люкс, какой-то бюджетный аромат. Ой. Ой-ой. Это мне не нравится. Хотя подождите. Может он просто слишком сильно мощно сюда я налила. Но вот если вот так доносится, опять что-то такое цветочное. Вообще у меня тут почему-то все одни сплошные цветочные ароматы. В основном повылезли в слепом нащупывании. Да, вообще не мое. Что-то такое резкое. Что-то химозное такое. Какие-то химозненькие цветочки. И давайте последний. Последний, последний, последний. Так. Опять Дженни Глоу. Ну давайте. Сегодня будет Дженни Глоу рулить. Это кардамон и мимоза. Так. Такую большую. Мне кажется химозным. Ну просто, например, взять мимоза амуаж. Я, конечно, понимаю, что нельзя сравнивать такие разные ценовые категории. Но мимоза амуаж или даже мимоза прада инфьюжн. Это очень красивая, натуралистичная мимоза в прада. Более такая в зелени, в амуаж. Такая более пыльцовая, плотная. Этот аромат бы точно не заменил бы красоту мимозы. Да, чувствуется здесь какая-то пряность. И вот на фоне вот этой всей еще пряности есть как будто какой-то кремово-уходовый оттенок. Который и дает химозности. То есть здесь он какой-то лишний. По моим ощущениям, химозный аромат. Как будто крем для тела. Такой еще прям сильный такой одушкой доминирующий. И синтетическая вот эта мимоза с пряностями. В общем, девчонки, наверное, это все. И мальчики, девочки, мальчики. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в следующих видео. С вами была Карина. Уйдите пока. Субтитры сделал DimaTorzok